Добрый вечер. Прямой эфир. Вы можете звонить. Можете не звонить. Ирина Ковалев, депутат Одесского областного совета. От оппозиционного блока. В прошлый раз я говорил, еще раз повторю. Один из лучших пиар-менеджеров, журналистов, пресс-служб. Во всяком случае, то, что нашего областного центра, это уже точно. Не скромно улыбаюсь, извините. Не могу сдержаться. Да, можете не скромно улыбаться. Это действительно так. Потому что все, чем мы занимались в этом направлении, было достаточно убедительно. И активно. Что редко бывает с нашим братом. Я продолжаю это доброе дело. Да, знаю. У меня каждый день на Фейсбуке появляются 3-4 новости от оппозиционного блока. Должен сказать, что все остальные партии, в том числе и правящие, как-то к этому относятся достаточно инертно. Нет этих сообщений. И возникает впечатление, что работа какая-то такая, с обществом, прямо скажем, не проводится. Может, они проводятся. Может, из скромности они молчат. Но в информационном поле полная тишина. Итак, Ирина Ковальевич, оппозиционный блок. Сразу скажу, что мы находимся в разных политических ситуациях с Ириной. Разных совершенно в какой-то мере взглядах. Кое в чем сходимся. Но в основном нет, прямо скажем. Но мы эту позицию не меняли. Вы свою лет 15, я свою. Да, да. Итак, вопрос, который возникает у одного оппозиции к другому оппозиции. Легко ли находиться в оппозиции? Вы знаете, когда шла на пути к депутатству, казалось, что будет очень тяжело. Очень думала, боялась, переживала и думала, что будет сложно. Но так, как вы сказали, как работают правящие, в том числе партии, в том числе руководство, оказалось, что все очень просто. Оппозиционерам быть легко, ответственно. Но я, например, лично по себе могу сказать, что я стараюсь не быть огульным каким-то обвинителем, огульным обличителем. Хотя у оппозиционера есть полное право себя вести без аргументации. Я стараюсь разбираться, докапываться и пытаться что-то менять. На последней сессии вы очень смешно сказали, что вызвало всеобщий, так сказать, одобрямс и в какой-то даже мере смех по поводу выступления одного из высокопоставленных чиновников нашей облгосадминистрации. По смыслу своему говоря, недословно, что, мол, дорогие гости, вы все-таки как-то знакомьтесь с ситуацией, по своему смыслу я говорю, да. И когда вы что-то говорите, вы должны отвечать за свои слова. Правда это или нет? Фраза первоначальная с таким обращением к руководству обл. администрации принадлежит моему коллеге по фракции Виталию Саутенкову. Хотя на минувшей сессии обл. совета это был лейтмотив. Вот эта фраза была лейтмотивом. Ее повторяли все в той или иной интерпретации. Ну, потому что на календаре уже конец октября 2016 года. Мы подходим к такой годовщине своего депутатства и уже с полным правом имеем полное право оценивать то, как себя ведет по отношению к жителям в своих делах руководство. Областной администрации, к сожалению, ничего хорошего не видим. Очень много пробелов, очень много просчетов командных, непрофессиональных подходов. И когда вот в беседах журналисты задают вопрос, ну вот почему вы так обращаетесь, почему так педалируете вопрос, не Одессит и не местный. Ну, потому что настоящий Одессит, он не может с таким варварским отношением относиться к родному городу. У него не может не болеть душа за то, что он делает, за то, что сегодня делает, завтра. А вот мы чувствуем это. Ну, поэтому и легко быть в оппозиции, потому что в данном случае местные, будем так говорить, власти, да, в лице администрации дает достаточно много поводов для критики, да? Дает, дает. И надо им отдать должное, что и продолжает как-то так активно работать в этом направлении. Ну, я не буду грешить там на сверхруководство областной администрации в лице губернатора. Наверняка у него какие-то высшие цели, задачи, которые он поставил гарант Конституции. А вот его подчиненные грешат. Грешат нарушением трудовой дисциплины в части выполнения основных задач, которые возложены на них. Я недавно ехал в машине, по-моему, по Фрунзе, и впереди меня шли два грузовика. А заметьте, только коренной одесит может назвать Фрунзе. Да, 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 да. Люди не там уж не назовут Балковский. Да, Балковский, да. И впереди шли два грузовика. На них были такие большие плакаты, на которых было написано. Вот та фамилия, о которой вы упомянули, Саутенков, да? Да, депутат областного совета. Ну, а дальше шли какие-то призывы. Чего вдруг, с чего вдруг господин Саутенков решил проводить избирательную кампанию? Вопрос не в избирательной кампании. Что касается Виталия Саутенкова, то у него достаточно непростая ситуация на округе. Виталий, один из достаточно популярных и влиятельных в Одессе политиков, постоянно конфликтует, с ним и конкурирует. Поэтому Виталий достаточно активно заявляет о себе и делами, и пиаром. Молодой бизнесмен может себе позволить делать добрые дела на широкую ногу и таким образом завоевывать сердца своих избирателей. Лидер Одесской организации и оппозиционного блока Николай Скорик все время говорит о свободе слов. Вот ему не дает покоя свобода слова. Вот нет свободы слова, вот не дают, вот цензура и так далее, и тому подобное. Но каждый, по-моему, в субботу или воскресенье на Интере в ток-шоу участвует не кто-нибудь иной, а именно Николай Скорик. Николай Леонидович Скорик. О какой свободе слова он говорит? Не совсем о свободе слова. Он говорит о том, что есть притеснения в отношении журналистов, в частности телеканала Интер. Были серьезные несколько месяцев назад нападки с поджогом, есть пострадавшие. Мы в своей политической силе, это четко прослеживается параллель Одесской трагедии, просто сценарий почти один в один под копирку с Домом профсоюзов. Поэтому наверняка речь идет о нападках на телеканал Интер, которые постоянно выключают из сетей. Существуют передатчики, эти передатчики ловились, блокираторы сигналов. Ну да, это в свое время делали с один плюс один. Да, да, то есть ситуация один в один. Да, но сравнивать 2 мая и события на Интере не приходится, потому что там был просто небольшой пожар, прямо скажем, там не было пострадавших, кто-то, по-моему, просто растянул то ли ногу, то ли руку, и на этом все закончилось. Мы ставим эти параллели в виде того, что, ну слушайте, этично-неэтично, но у нас не 2 мая не расследовано, у нас нет виновных официальных по Интеру, у нас нет официальных виновных, ну за исключением Орлова, по настоящих, по 19 февраля. Есть цепь событий, где мы не можем найти крайнего. Ну не мы, а руководство страны с помощью своих силовых структур. Ирина, простите меня, но нет виновных и по Майдану на сегодняшний день. Точно так же. Нет виновных по 19 февраля в Одессе. То есть виновных кругом как бы. С разных сторон, разных пострадавших, но их нет. Но это же так не должно быть, согласитесь. Я соглашаюсь с вами, потому что понимаю, что сегодня эта ситуация зависла настолько и так уже долго висит, что, по-моему, уже и говорить трудно о виновных, если честно. А вы знаете, что сегодня одно интернет-издание одесское опубликовало фотокопии подозрения, которое прокурор Одесской области вручил вчера родителям погибшего Вячеслава Маркина, где написано черным по белому, что 22 сентября 2016 года прокурор Одесской области поведомил Вячеславу Маркину, два года назад умершему, он умер, погиб от ран 3 мая 2014 года, вручил ему подозрение, поведомив ему еще в инпидозрение в организации массовых беспорядков. То есть мы уже доходим до крайности, даже прокурору нормальные документы не могут подготовиться. Я думаю, что тут немножко преувеличено, потому что, насколько я знаю, в том же материале, на том же интернет-ресурсе сказано о том, что он не вручал родителям Маркина, хотя такое поставление и выдал. Я знаю, что это было так. Но в любом случае, как бы то ни было, Маркину, Вячеслава Маркину, в прошлом депутату областного совета, который погиб, выпал из окна, сорвался или сам прыгнул из окна, и согласно тому заключению, которое было потом опубликовано, им говорили, что его добивали, и так далее, и тому подобное, ничего подобного не было, он выпрыгнул и разбился просто. И затем умер действительно на следующий день в военном госпитале, насколько я помню. Но при этом, при всем, если честно, то господин Маркин принимал участие в событиях 19 февраля возле облгосадминистрации. Я имею право так сказать, потому что он имел честь с ним там встретиться. Я был там. Я приехал туда, потому что мне позвонил не знаю кто, до сих пор не могу выяснить, сказал, что вашего внука избили на площади перед ним. Когда я приехал, ну, конечно, я рванул туда. Когда я приехал, уже вот эти тетушки, которые разговаривали на каком-то непонятном мне языке, то ли это, мне трудно сказать, я не буду утверждать, но это не украинский и не русский. Они разговаривали на языке какого-то национальных меньшинств. И не болгарский точно совершенно. Ну, по слуху я бы как-то уже определил. Вот, они уже были, их усаживали командами в автобусы, которые стояли там же. А господин Маркин стоял вместе с этими бабушками, которых там побили. И руководил, кем-то руководил, ну, непонятно кем. Просто он обратился ко мне, потому что я туда, естественно, прибежал. Что вы тут делаете? Я говорю, а что вы тут делаете? Ну, вот так мы и расстались там. В разные стороны разошлись, потому что у нас не было повода продолжать эту беседу. Поэтому я сам свидетель того, что господин Маркин там в это время был. Руководил он тетушками, не руководил. Ну, я тоже 19 февраля была в здании обл. администрации, потому что я была в статусе советника губернатора. Поэтому я видела все это из окна собственного кабинета. То есть, я тоже была... Замечательно, что эти милиционеры, из-за которых забежали эти женщины, все-таки не пустили. Итак, сейчас обвиняет и Николая Леонидовича Скориха, ну, генеральный прокурор обвиняет. Два раза. Два раза уже, да. Я один раз слышал. Вот. И Александра Орлова, в прошлом заместителя вице-губернатора, в организации этого, ну, я бы не сказал побоища, по большому счету, а прямо, скажем, такой хулиганской, я бы сказал, акции. Ну, вы прямо сказали, как первый раз в начале это и классифицировалось до последнего, до нынешнего года. Это квалифицировалось как хулиганство. Дело было по этой статье. Да, но это было организованное хулиганство. Совершенно явно, явно этому свидетелю. Это было организованное хулиганство. Ну, понятное дело, такое количество ребят с амуницией. Вот меня интересует вопрос, который, вот честно, мы же честно говорим, да. Это не могло быть без благословения. Мы это оба понимаем. Кто-то, кого-то на это благословил. Как, наверное, благословил, слава богу, что это не закончилось тем, чем закончилась история 2 мая, которая явно вышла из-под контроля тех, кто это благословил. Явно, совершенно. А здесь это, слава богу, не вышло из-под контроля, потому что их, этих ребят, в черных одеяниях, в черных комбинезонах, в черных масках, со шлемами черными на головах. Вовремя убрали, как бы. Не было жертв. Но это кем-то было получено благословение. Что вы знаете об этом? Я могу рассказать только свои ощущения, когда я увидела, что толпа одинаково одетых молодых людей, ну, мужчин с виду, с пятого этажа, как было видно, как они начали движение. С дубинками все. С дубинками, однозначно, все с дубинками. И я помню эту панику, потому что я была уверена, наглядевшись на то, что происходит в других областных центрах накануне, со штурмами администрации, с погромами. Я больше, чем была уверена, у меня не было видно. Это потом уже видно было, что у некоторых здесь было, по-моему, антимайдан написано, что-то такое, как нашивка удружения, как я тоже не помню. Я была тогда глубоко убеждена, как и сейчас, что это провокация, что они сейчас ворвутся и начнут громить чиновников. Я нервно выкурила две сигареты, выпила пару таблеток валерьянов, потому что я думала, что все начнут бить. Понятно. То есть вы думали, что это направлено против вас? Против администрации. Но перед входом стояло человек 50 милиционеров в ряд, которые закрывали вход. Я помню множество случаев, когда стояли милиционеры. И это не помогало ни одной толпе, это не послужило преградой. 3 марта на сессии 2014 года не помешали наряды милиции, усиленное их присутствие в штурме администрации, тогда прорвались люди. То есть много случаев. Тяжелое время, но опять-таки мы говорим о тех вопросах, которые есть. На эти вопросы справедливо должно ответить следствие. Ирина, у меня вопрос к вам, как к человеку, который всегда был, будем так говорить, на позициях. Вот позиция вы всегда занимали. Позицию достаточно яркую и достаточно открытую. Скажите мне, ответьте мне на один вопрос. Почему ни один депутат от оппозиционного блока, любого уровня, не может дать ответ, да или нет, на вопрос, присутствует ли Россия на востоке Украины, влияние России, войска России, оружие России. Почему ни один депутат от оппозиционного блока не может прямо ответить на этот вопрос. Он не отвечает ни да, ни нет. Некоторые теряются. Другие как-то начинают что-то говорить, и это выглядит совершенно беспомощно. Это приморно так же беспомощно выглядит, простите, как защита нашего президента и его депутата. Понимаете? Это вообще ущербно. Давайте отвечу. Я как не депутат от оппозиционного блока, а как просто зритель, который... Я ни разу не была в зоне АТО. Я ни разу не была ни на оккупированных, ни на темчасово-звильненных территориях. Я могу судить по тому, что я вижу с экрана телевизоров. Как, например, с российских каналов, так и с украинских. Я считаю, что присутствие россиян там однозначно они есть. В какой функции? Я, например, знаю, что даже погибшие были россияне. Друзья аж есть в России. Есть друзья, которые сообщали, что у них общие знакомые погибали там. И они были наемниками. У меня есть такая информация. Друзья из Москвы рассказывали. То, что я не одобряю, из-за чего все это завелось, потому что люди имели свое право на свое самовыражение, на то, чтобы говорить на том языке, на каком они хотят, а не на том, каким их заставляют. То есть то, что побудило людей бунтовать, и то, что побудило нашего соседа каким-то образом влиять на эту территорию в военном плане, это однозначно такое и есть. Поэтому тут мне партийный темник не нужен, чтобы это понять. А в какой степени? Если бы я была там, если бы я прожила бы там, прочувствовала, увидела своими глазами, я бы дала более квалифицированную вам оценку. Вы считаете, что вопрос языка, языка вообще, да, сегодня настолько актуальный, что провоцирует все-таки ситуацию? Мы же говорим про события двухлетней давности. Тогда исторически этот вопрос был поднят, и он спровоцировал, я считаю, однозначно. То, что и так власть, которой на Юго-Востоке относились как нелегитимной, она спровоцировала это именно языковым вопросом. А сейчас я считаю, что этот вопрос не актуален. Он отошел на далеко задний план. Сейчас большинство людей волнует, как прожить, как оплатить, как сэкономить на коммунальных тарифах, и вообще, что делать, где заработать копейку. Поэтому ни о каких языковых, это и языковые темы, это не тема сегодняшнего дня. Николай Леонидович Скорик заявил сегодня, в информации, которая пришла, что парадигмой выживания Украины является политическая стабильность, прекращение военного конфликта и стабильность валюты. Все три позиции идеальны, но все три позиции фантастичны. Это чистый пиар. Вы согласны? Конечно же нет. Конечно же я не согласна, потому что я знаю, какой колоссальный труд Николай Скорик как народный депутат, как член бюджетного комитета Верховной Раде проводит для того, чтобы создать альтернативный, уже второй год подряд создать альтернативный проект бюджета. Сейчас он на стадии подготовки, еще нужно пару недель, а свои правки в порядке под тысячу правок к нынешней версии, принятой в первом чтении, он уже подал. Я знаю, какую кропотливую работу вот именно на законодательном уровне он проводит, чтобы и научить своих коллег по парламентской фракции, что говорить и что делать вот в экономическом плане. И он является сегодня... Еще я добавлю, что касается, например, политической стабильности и мирного урегулирования, он много времени... Последний месяц это у него были все поездки в ПАССе для того, чтобы привлечь международную общественность к тому, чтобы пристальнее посмотреть на то, что делает руководство страны нынешней. Скажите, пожалуйста, 2 мая является действительно заботой оппозиционного блока ради победы справедливости и какой-то гласности того, что произошло, той трагедией. Или это сегодня, а это чувствуется, или это сегодня одна из позиций чистого политического действия? Если бы на моем месте сейчас был Николай Скорик, я думаю, что у него бы сейчас дернуло сердце, потому что Вячеслава Маркина он знал лично. Это друг. Я думаю, что... Я не многих знаю из погибших, но я думаю, что очень много пострадавших, не до гибели, а просто жертв, тоже входили в достаточно ближайшее окружение и Николая Скорика, и наши команды в нынешнем ее составе. Я прекрасно помню, это все было и на моих глазах, и... Нет. Вы говорите пиар... Ирина, таким образом, вы только что признали, что 2 мая было во многом связано с тем лагерем, который стоял на Куликовом поле, и в этом лагере были соратники сегодня оппозиционного блока. Да, конечно. Было очень много людей, которые не поддерживали власть, и они сейчас наши сторонники. То есть, дошло дело до того, что российский флаг, развивающийся над этим, лагерем, сегодня является и флагом в какой-то мере оппозиционного блока? Ну, нет, конечно. Это... Это не так. Я примитивно, может быть. Да, это достаточно примитивный пример, но в этом отношении не так. Обвинить уж кого-кого Николая Скорика в том, что он хоть как-то приветствовал российские флаги в Одессе, нельзя. Был громадный скандал, когда он был губернатором, и когда какие-то лазутчики прорвав пост в обл. администрации, прорвались на чердак и попытались повесить флаг, по-моему, Одесской области. И Николай Скорик очень резко тогда, и там были наказаны дисциплинарно сотрудники, которые допустили это, потому что, ну, никогда такого не было, чтобы как-то приветствовался такой сепаратизм. Что из действий нынешней власти вызывает одобрение у оппозиционного блока? А вы знаете, живучесть. Вот у меня вызывает одобрение вот эта способность выживать в политические, вот в полной ненависти народа. Вот я не знаю, откуда этот дар у нынешней власти, вот она уже два с половиной года мучает людей и живет безбедно. Вот это единственное, что, как у представителя политической силы, ну, вызывает, наверное, зависть в какой-то степени. А может быть, это связано с тем, что люди, которые живут в нашей стране, уже не знают, кого обвинять в своей жизни, в той жизни, в которой они живут. Просто не знают. То ли прошлая власть представителем, понимаете, вы являетесь представителем прошлой власти или будущей? Вот вопрос, который, вот, мне очень интересен. Вы минут 15 назад такую прелюдию высказали о той последовательности в моей позиции, да, о которой принципиальности политической. Я думаю, что, как и у моих коллег по фракции, по партии, по Одесской региональной организации оппозиционного блока, как раз есть вот эта принципиальность, которая не позволяет когда-то хоть раз в большей или меньшей степени заявить о какой-то своей сине-белой приверженности, ну, назовем это так образно, да, не позволяет чувство ответственности, гордости переметнуться. Хотя было бы, наверняка, больше половины наших депутатов областного и городского совета приспособиться, как это сделали другие. Мы делали подсчет по облсовету, нас же все время обзывают регионалами, мы сделали подсчет. У нас из 23 депутатов областного совета фракции оппозиционный блок только 4 были в партии региона, а в соседней БПП 11 или 14, вот сейчас не помню, где 22 депутата и так далее. То есть, кто-то приспосабливается, кто-то меняет шапочку. Вы нет, я вас помню в 2004-м ярким оранжевым вы и мы остались. Я была сине-белой, и позиция у меня сейчас такая же, я честна перед собой. Я должен сказать, что вот тот пример, который вы привели, он, наверное, не отвечает на вопросы те, которые мы задавали, я вам задавал, а вы отвечали по поводу того, что бывшие, да, если в правящей партии в регионе большинство практически, так я понимаю, бывшие, да, то чего мы требуем от оппозиционного блока, например, если сегодня блок БПП составляет там из 22, да, депутатов, ну, половину уж точно, если вы даже ошиблись, да, не 14, а 11, не важно, чтобы не обидеть, назовем 11. последний вопрос, на сессии вы подняли, не вы подняли вопрос, а подняли вопрос, по-моему, и вы поддержали, о переименовании улиц, по-моему, эта фракция доверяя делам подняла, да? Нет, нет, проект, фракция доверяя делам перебрала на себя дело в публичной плоскости, потому что они вас благодарили за, я имею ввиду, да, оппозицию, пусть благодарят, красиво благодарили, ну, пусть благодарят, тут же ж не важно, кто важен смысл, как для коренного одессита, это всем прекрасно понятно, есть чисто савдеповские названия и улиц, где действительно надо менять, а есть история, но которую не перепишешь, ты же не будешь из своего семейного альбома вытаскивать фотографии дедушек только за то, что они воевали, выполняли долг, поэтому тут точно так же есть названия, есть имена в нашей истории, ну, речь идет о улице Маршала Жукова, Маршала Жукова, ну как? Есть 25-я Чапаевская дивизия, да, насколько я помню? это все... Это не пропаганда коммунистического строя, там, режима Ленина, Сталина, Брежнева и прочих. Я помню, когда один из... Вы на какой улице живете? Я живу на Коблевской, угол Дворянской. Повезло, с названием. Да, Дворянской и Коблевской, правда, это тоже другие названия, я не знаю, почему Петр Первый тоже помешал, ну ладно, бог с ним. Это была Петра Великого. Он был дворянином, поэтому можно. Да, Петра Великого. Ну ладно. А я помню, у моего товарища в детстве, в школе, отец был одним из бойцов Чапаевской дивизии. И он действительно тогда, он был весь изранен, вот весь. У него не было половины организма, если так можно сказать. Как он жил, это была загадка, но жил. И работал еще, кроме всего прочего. И вот каждый юбилей защиты Севастополя, они защищали и Одессу, и Севастополь, они их ветеранов, они тогда были еще молодые, на кораблях возили туда. И мы провожали его в это путешествие аж до Севастополя. И это было действительно праздником, и все, кто провожал, их провожали как будто бы в День Победы, знаете, на Победу. Ночь плыть, и ночь обратно. И это было очень впечатляюще. Тогда я помню эти лица, этих людей, этих израненных и изувеченных солдат войны. И действительно, те, кто не знает, не видел этого всего, им это безразлично. Но тем более, таким образом мы создаем прецеденты. Ведь через лет 50... Глупость. Зачем глумиться над человеческой памятью? Глупость. Лез через 50 улицы, которые сейчас гордо носят имя Небесной Сотни, кто-то захочет переименовать в угоду какого-то политического бздыка. Какое возможно тоже, к сожалению, величайшим. Поэтому не нужно... Не нужно трогать... Не нужно трогать память сюда. Да, трогать историю. Спасибо большое. В заключение надо было что-то спросить такое. Но я не буду спрашивать, потому что я действительно благодарен за, во-первых, за то, что участие в программе, а во-вторых, за... Спасибо, что пригласили. Всегда приглашаю. За... И в-третьих, это то, что свобода слова. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова